Здравствуйте, студенты! Я очень рада видеть вас сегодня, и давайте начнем нашу курсу. Теперь я бы хотел вам взять свои книги и открыть их на странице 102. Давайте возьмем свои учебники и откроем их на странице 102. Что мы здесь видим? Это school nurse у школьного врача, у школьной медсестры, так скажем, да? Давайте посмотрим, что мы сегодня будем с вами делать. Итак, сегодня мы с вами послушаем фразы, подумаем, что это за фразы, откуда они и кто их произносит, эти фразы. Мы с вами послушаем диалог, чуть-чуть поработаем с этим диалогом, мы чуть позже с вами посмотрим, что это за диалог и выясним, между кем происходит этот диалог. Также мы сегодня с вами возьмем pronunciation, произношение, мы возьмем с вами сегодня звук А и звук АУ, посмотрим, какие буквы и буквосочетания дают данные звуки. Поработаем со словами, содержащими данные буквосочетания и звуки. И также, помимо нашей странички, я вам дам на тему, на нашу сегодняшнюю диалог. Вы с этим диалогом тоже немножечко поработаете самостоятельно уже, я объясню как позже. Давайте посмотрим с вами сперва на упражнение 1. В упражнении 1 мы с вами видим значок прослушивания, аудирования, listen and repeat, слушаем и повторяем. Мы сейчас с вами услышим данные фразы, а я вам их переведу на русский язык. Ну, ну, firstly, let's listen and repeat. Hello, Mrs. Thompson. What's the matter? I don't feel well. It hurts when I swallow. Let's take your temperature, shall we? How long will I feel like this? Bless you. Here's a tissue. Well done. Now, hello, Mrs. Thompson. Здравствуйте, Mrs. Thompson. Это обращение, да? What's the matter? Что случилось? Что произошло? I don't feel well. Я себя нехорошо чувствую. It hurts when I swallow. Мне больно, когда я глотаю. Let's take your temperature, shall we? Давай измерим твою температуру. Хорошо? How long will I feel like this? Как долго я себя буду чувствовать так? Блэсьё, хи-эзэ-тищё. Будь здорова. Ну, или будь здоров. Вот тебе салфеточка. Итак, ребята, посмотрев на данные фразы, послушав их, прочитав, проговорив, мы ведь можем догадаться, откуда эти фразы взяты. Да, эти фразы взяты у нас из диалога. Как вы думаете, между кем и кем? Ну, тоже легко догадаться, потому что и тема у нас это school nurse. Скорее всего, это у нас school nurse разговаривает со своим patient. То есть, школьная медсестра разговаривает со своим пациентом или пациенткой. А пациентка это, естественно, кто? Или пациент? Ученик, раз это школьная медсестра. Ситуация у нас понятна, да? Как буквы «бима» рассматриваем упражнение уже. Ситуация понятна. Дело происходит у нас в кабинете медсестры в школе. Да, кабинет врача мы еще называем такой кабинет. Медсестра с пациенткой, с учащейся или с пациентом. Сейчас мы выясним, да, все-таки. Давайте будем сейчас слушать, читать и выяснять, что к чему. Во время прослушивания, ребята, я хочу, чтобы вы заполнили упражнение номер 2. Это будет ваше первое задание, которое вы выполните в тетрадочке. Упражнение номер 2, exercise 2. Read the dialogue and complete the nurse's notes. Вам нужно будет прочитать диалог. Мы его сейчас будем слушать. И по ходу дела заполнить записи медсестры. То есть у нас здесь кое-что пропущено. Вы это все прочитаете. Посмотрите, чего не хватает у нас в записях. Вы прямо из текста будете брать, из упражнения номер 1, из диалога. Прямо берете из диалога фразы и заполняете пропуски, которые у нас на листочке в упражнении номер 2. Это записи медсестры. Now, let's listen to the dialogue and fill in the gaps in exercise 2. Давайте с вами будем слушать диалог и заполнять пропуски в упражнении номер 2. У вас в тетрадочке должны появиться вот такие вот записи, как будто бы эта медсестры написала, но уже с заполненными пропусками. Okay. Let's listen to it. Exercise 1B. Page 102. I feel dizzy and my throat sore. It hurts when I swallow. I see. Let's take your temperature, shall we? Okay. Hmm. You have a fever, Anne. That means you're coming down with the flu. It isn't serious, so don't worry. Plus, you can go home early. Can I go to basketball practice tomorrow? I'm afraid not. You should get plenty of rest, have warm baths, and drink lots of water. How long will I feel like this? You'll feel better in a couple of days. Achoo! Bless you. Here's a tissue. Very good. Очень хорошо. Итак, первое задание, да, упражнение 2, вы уже выполняете у меня. Теперь давайте с вами посмотрим pronunciation, произношение. Звук А и звук АУ. Какие буквосочетания нам дают звук АУ? Сперва посмотрим. Звук АУ нам дает буквосочетания ОУ и ОУ. Ну, например, БАУ, ЛАУД. Теперь посмотрим звук А. Какие буквы нам дают звук А? Звук А нам дают буква Ю. В закрытом слоге, ребята. И буква ОУ. Буква ОУ перед буквой Н нам дает звук А. Не всегда, но это бывает. Сейчас мы это увидим в упражнении номер 4. Exercise 4. Firstly, let's listen to. Давайте сперва с вами будем слушать. Сначала вы заполните табличку. Шапочка. Звуки. Слова. Также точно в столбик. Вы уже заполняли такую табличку, поэтому уже будет, в принципе, легко вам это сделать. Слушаем слова и ставим галочку там, где мы слышим данный звук. Поехали. Let's go. Reading Rules O-W O-U Ow Bow Loud U O A Mum Done Foul Tone None Down Итак, послушали. Молодцы. Запомнили табличку. Сейчас. Давайте поработаем с одним видео. Это диалог в кабинете у врача. Вы его внимательно послушаете. Посмотрите, почитаете. И ваша задача зафиксировать у себя, то есть записать в тетрадочке, отдельно напишите посерединочке, диалог, и запишите этот диалог. Докт у вас будет буковкой D, двоеточие, пациент буковкой P, двоеточие. Зафиксируйте весь диалог сначала на английском языке, затем, после того, как у вас полностью он будет в тетрадочке, который на английском языке, вы его ниже переводите на русский язык. Только уже буковка D у вас превратится в буковку V, это врач. И буковка P превратится в буковку P русского, пациент. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...